Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас во втором уроке по программе Goudini. С вами Дмитрий Патреваев, портал cgscope.com. И в этом уроке мы с вами поговорим уже более подробно о самой программе. Мы затронем темы интерфейса, посмотрим, что из себя представляет стандартный интерфейс Goudini, как мы можем его менять, какие модификации нам, возможно, придется делать в нашей работе, даже буквально с самых начальных этапов знакомства с программой. Мы также затронем с вами темы модификации интерфейса и изменения панелей. Мы поговорим о навигации в разных панелях, посмотрим, как эта функция выполняется в Goudini. Вот это объем материала, которым сегодня хочу с вами поделиться, так что давайте тогда начнем. Но прежде чем мы перейдем к самой теме непосредственно нашего сегодняшнего урока, я бы хотел поблагодарить вас за вашу активность. Спасибо большое за то количество комментариев, отзывов, ваших мыслей, которыми вы делитесь в комментариях к этим урокам. Я также благодарю за вашу поддержку в виде того, что вы ставите значок «нравится» для этих уроков. Это показывает, что есть интерес и стимул работать дальше. А также благодарен тем из вас, кто делает финансовую поддержку, она тоже очень важна для дальнейшей работы. Спасибо вам большое, огромное за это. Это стимулирует и дальше выпускать новый материал, делать это регулярно, что в общем-то сейчас в планах и есть. Хорошо, ну что ж, теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего занятия. Итак, на прошлом занятии мы как раз остановились на том, как выглядит Goudini после запуска. Сейчас как раз именно такой внешний вид программы вы видите. Это интерфейс программы по умолчанию. Интерфейс Goudini очень гибкий и позволяет вам менять и модифицировать его в зависимости от ваших нужд и потребностей как угодно. Вот сегодня об этом я бы хотел подробнее рассказать. Пожалуй, это даже будет интересно вам, как тем, кто, возможно, первые шаги делает в Goudini. Не с той точки зрения, что вам нужно срочно изменить его как-то под себя, а с той точки зрения, что в процессе работы новички, бывает, часто какие-то панели закрывают, меняют какие-то раскладки, функции, и после этого то, что, например, даже вы можете слышать в уроках, моих уроках, других источников смотреть, не соответствует тому, что есть у вас. Возникают проблемы, трудности, как дальше быть, да, не совсем понятно. Поэтому, в принципе, мы сегодня затронем эту тему, как привести все к нормальному виду. Но вначале давайте поговорим о том, как же называются разные части интерфейса Goudini, что в будущем мы пользовались этими терминами, вы их можете слышать не только в моих уроках, но и в других источниках, которые используете для вашего обучения. Поэтому давайте начнем с этого. Итак, наверху у нас, как и во всех программах, в окнах это заголовок окна, где пишется текущее название вашей сцены, вашего проекта, файла вашего проекта, а также пишется текущая версия вашей программы. В данном случае это инди версия. Чуть ниже идет главное меню, которое содержит основные команды для того, чтобы мы выполняли часть определенных команд, которые нам нужны. Но в главном меню не все находятся команды, скажем так, основные команды, которые не размещены в других частях интерфейса. То есть, в отличие от других программ, например, таких как 3D Max, где в главном меню можно найти все эти команды, которые есть в разных других частях интерфейса. В Goudini эти блоки разнесены. То есть, меню содержит одни команды, которые нам бывают нужны другими способами, кроме как через главное меню, мы к ним доступа не получаем. А некоторые инструменты, которые находятся на других частях интерфейса, они в главном меню не представлены. Так что будем изучать все, в том числе и главное меню, и команды, и инструменты, располагающиеся в других частях интерфейса Goudini. Меню файл классическое. Здесь мы будем сохранять сцены, открывать новые проекты, сохранять файлы проектов и тому подобное делать вещи. Edit тоже самое, команды по манипуляции с буфером. Здесь также есть у нас настройки программы, категория preference и настройка горячих клавиш под те или иные инструменты или под те или иные команды. Меню рендер будет в будущем нами использоваться для того, чтобы запускать определенным образом визуализацию, рендеринг. И кое-какие команды, которые представлены здесь в других способах, в других частях интерфейса, они отображаются. Asset это меню, в котором мы будем работать с ассетами, с такими заготовками, digital assets, цифровые такие наборы, которые Goudini используют очень активно. Мы в скором времени поговорим, как создавать эти ассеты, в чем их преимущества и как их использовать. Вот это меню как раз позволяет манипулировать с ними. Меню Windows, сегодня о нем поговорим. Это один из способов открывать разные модули, разные части интерфейса программы в виде отдельных окон. Ну меню Help, меню открывающая справку. То есть все очень просто. Здесь же рядышком есть еще несколько опций. Мы сегодня к ним вернемся чуть-чуточку попозже. А пока давайте опустимся ниже. Вот эта вот область, которая у нас идет ниже, где у нас большое количество индикаций иконок разных инструментов, это у нас так называемые полки. Или в английской терминологии термин shelves используется. Goudini использует такое понятие, как полки. Полки – это наборы закладок. Видите, если я щелкаю, каждая из них меняется и, соответственно, внизу я вижу набор тех или иных инструментов, которые может создавать программа. Это не только инструменты сами по себе. Это прямо иногда целые поднастройки, сохраненные как инструмент. То есть иногда нажатие определенной команды запускает не просто одно действие, а целую серию действий. У вас создается определенная группа узлов и они выполняют какое-то действие. В будущем мы это увидим. Но, в целом, эта часть интерфейса вся называется полка или полки shelves. Она разделена, видите, вот здесь вот разделителем таким вертикальным, который отделяет две части. Ну, скажем так, я бы по логике их разделил на следующее. Здесь, с этой стороны, у нас больше инструменты создания и модификации. Больше, скажем там, к солид-геометрии, имеющие отношение к такой цельной геометрии. А с этой стороны больше инструменты, касающиеся визуализации и касающиеся динамики. Здесь есть функции для симуляции твердых тел, мягких тел, частицы, вот песок и так далее и тому подобное. Океаны, флюиды, разные инструменты для манипуляции с флюидами, пиротехнические эффекты и прочие другие вещи. Постепенно, по мере того, как курс будет наполняться новым материалом, то вам будет все больше и больше открываться материалы относительно этих инструментов. Итак, это у нас шелфс или полки. Немножечко ниже нашу основную область, вот сейчас, да, вот эту, где отображается сетка и наш 3D вид, это, соответственно, наша рабочая область или окно проекции. Здесь в окне проекции мы как раз и будем видеть конечный результат нашей работы в виде конкретной модели или, допустим, там частиц, которые какое-то движение выполняют и прочие другие вещи. Окно проекции по умолчанию один вид, но в будущем мы увидим, как мы можем его модифицировать. И со всех сторон вокруг есть тоже дополнительные инструменты с панельками, панели, вернее, с инструментами, перепутал, где мы можем также с вами создавать, включать и отключать определенные инструменты и делать определенные действия. С левой стороны, вот здесь, у нас с правой стороны, вернее, да, с правой стороны относительно нашего окна, здесь вот у нас окошечко с параметрами, когда у нас создан узел, извиняюсь, здесь мы с вами будем видеть параметры этого узла, а ниже вот эта вот область, это у нас наш Network View, то есть тут мы как раз и будем видеть ту систему узлов, которые, взаимодействуя между собой, дают нам определенный результат в виде 3D модели, в виде какой-то симуляции, в виде эффекта и так далее и тому подобное. Внизу находится у нас наша шкала анимации и, соответственно, инструмент для работы с анимацией. У нас есть кнопочки проигрывания анимации, вперед-назад, остановки, проигрывания по шагу, по одному кадру, вернее, вперед-назад, на начало, на конец диапазона перехода. Непосредственно сама шкала анимации показывает кадры анимационные, есть поля для ввода начального диапазона, проигрывания анимации, конечного диапазона, есть область, которая показывает, вернее, вот это вот начало нашего диапазона, это конец нашего диапазона, а это, соответственно, область, показывающая текущий кадр. Есть бегуно, который мы также, отщелкнув по нему, левой кнопкой мышки можем перемещать, тем самым менять активность кадра. Рядышком дополнительные кнопки, которые занимаются кое-какими настройками, связанными с анимацией, в будущем мы тоже будем о нем говорить, и нижняя часть окна, самая нижняя полоска, опять-таки, статус бар, то есть такая информационная панель, она, кстати, будет полезна и нужна нам в ситуации сложных симуляций или, например, рендеринга. Здесь будет писаться информация о том, что у нас сейчас происходит, какой кадр, например, просчитывается, потому что некоторые процессы в Houdini можно запускать невидимым образом, имеется в виду, что мы визуально не будем видеть, например, того же самого процесса рендеринга или какой-то симуляции, а вот здесь в строке состояния, по тому, как она обновляется, какую информацию мы здесь видим, мы можем понимать, процесс идет корректно, правильно, или есть какая-то ошибка или сбой, лучше остановить этот процесс. Ну и дальше несколько опций касательно, опять-таки, процесса симуляции. Тут мы можем его включать, отключать, делать какие-то сбросы параметров, но об этом чуть попозже. Итак, вот это та базовая информация, которую нам нужно с вами знать. Еще разочек, наверху главное меню, ниже у нас идет шелф, полки с нашими инструментами, центральная часть окна – это наше рабочее пространство, наш 3D workspace, 3D view, да, тут, где мы видим конечный результат, справа и слева от него, так же, как и сверху, дополнительные панели, о них мы сегодня более подробнее расскажем. С стороны правой у нас наверху находится окошко параметров, и, соответственно, нижняя часть – это наш network, то есть непосредственно наша сеть, где мы выстраиваем связи между узлами. Ну и внизу анимационная шкала, или шкала времени. Вот таким вот образом выглядит интерфейс Houdini по умолчанию. Какие еще действия вы можете делать с интерфейсом? Если между панелей вы наводите курсор мышки, появляется подсветка, которая дает вам возможность, щелкнув левой кнопкой мышки на этой части, перемещать этот элемент интерфейса. Вы можете делать его больше, меньше, то есть везде, где вы видите такой разделитель, вы можете им манипулировать для того, чтобы получать нужный результат. Если вы присмотритесь к этому разделителю, он имеет несколько вот здесь вот индикаций вот таких. Что это значит? Это значит, что ими вы тоже можете пользоваться. Смысл в чем? Смотрите, если щелкнуть вот сюда по серединке, здесь как бы набор таких вот пунктирных линий, или даже точечек, наверное, стоит. Если щелкнуть сюда, то части интерфейса, панели, меняются местами. То есть теперь у нас наверх перескочил Network View, а внизу у нас окошечко свойств объекта, Properties. Это иногда удобно, чтобы быстро менять раскладки в существующих окнах. Или вот здесь, например, смотрите, щелкаю, у меня переключение происходит интерфейса в другую сторону. Вот таким вот образом. Удобная штука. И две стрелочки вверх и вниз, которые позволяют текущую панель развернуть на все доступное пространство, или еще раз щелкнуть, вернуть ее к первоначальному состоянию, или же наоборот свернуть ее в самый низ, а дальше щелкнув снова, развернуть ее к полноценному виду. То есть вот такие вот вещи вы тоже можете делать, чтобы перестраивать ваш интерфейс. Интересно, что многие панели, например, смотрите, главное меню или нас шелф, тоже имеют вот такие вот индикации в виде наверху черных треугольничков и такой вот панельки дополнительной, которая дает возможность вам также его сворачивать. Если я щелкнув по этой области левой кнопкой мышки, смотрите, мой шелф спрятался, ушел у меня больше свободного пространства. Я то же самое могу сделать с этой панелью, с главным меню. Я могу это делать с этой панелью, вот с этой панелью сбоку, с этой панелью, и то же самое с анимационной шкалой. Сейчас вот все мои панели лишние спрятались, видите, интерфейс открылся, скажем так, встал в более свободном режиме. Я могу выполнять больше теперь работы, скажем так, ничего меня не отвлекает. Но опять-таки щелкнув по этим частям интерфейса снова, когда они в состоянии свернутом, они точно так же будут разворачиваться, показывая те части, которые нам хотелось бы увидеть. Вот это те действия, которые вы можете делать уже прямо сейчас, без особых проблем и сложностей. Все очень легко и очень просто. Следующий элемент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это непосредственно вот эти вот закладочки. То есть, смотрите, если вы присмотритесь к каждому окну, возьмем даже вот наше 3D-пространство, наш 3D-вьюпорт, сейчас мы видим закладочку активную, которая называется Scene View, то есть, это просмотр нашей сцены, нашего фактически финального результата, той манипуляции, которую мы делаем внутри Гудини, здесь мы будем видеть финальный результат, то есть, что наша сцена из себя представляет. Это может быть сцена с объектами, это может быть просто объект и так далее. Scene View. Но есть и другие закладки, вот они сбоку располагаются. Щелкнув по каждой из них, у нас эта часть интерфейса меняется на то окно, в зависимости от того, какая закладка активна. Например, Animation Editor, это редактор анимационных кривых. В будущем, создавая анимацию, делая ключи, здесь мы можем динамику изменения этой анимации в виде кривой линии менять и перестраивать. Это Animation Editor. Чуть дальше находится, например, окошко Render View. Это один из модулей в виде окна пристыкован, в котором мы можем видеть финальный результат процесса визуализации, рендеринга, который проходит. Он здесь находится. Composite View – это модуль, который занимается композитингом. Это то, в общем-то, что делает, например, та же самая программа Fusion, по которой, кстати, сейчас также запущены обучающие уроки и ведется онлайн-курс на нашем портале cgscope.com. У Houdini тоже есть инструменты для композитинга. И я думаю, мы в будущем обязательно их посмотрим. То есть, в принципе, Houdini – это такой, можно сказать, полный инструмент, в котором огромное количество есть чего, в том числе и композитинг. То есть, в принципе, из Houdini, не выходя, можно делать 3D-графику полноценно, начиная с идеи и заканчивая финальной анимацией. Вот таким вот образом. MotionFX – другой модуль, который занимается тем, что работает с каналами. Мы в будущем будем говорить об анимационных каналах, что это такое, как с ними манипулировать. И вот здесь этот редактор, он как раз показывает, какой именно результат вашей работы с каналами, с анимационными каналами, какой он будет. Вот некое поле с такими графиками, где показано, как анимация будет меняться. Но это лучше показать, чем объяснять, поэтому в будущем мы обязательно этим тоже займемся. И самая мощная вещь, без которой вообще работа в Houdini не представляется – Spreadsheet. Модуль, который позволяет нам отслеживать то, как меняются данные. Данные, которые привязаны к нашим точкам, к полигонам, к вертексам, целиком к объектам. Очень мощная вещь. Опять-таки, в будущем мы об этом тоже поговорим более подробно и детально. То есть, видите, многие части интерфейса имеют закладки. Так же, как и Shelf, наши полочки имеют закладки. Щелкнув по каждой из них, мы можем получать тот или иной вид, те или иные инструменты. Так же и это окно, наше SynView, по умолчанию может перестраиваться в другие закладки. Аналогичная система есть и на других окнах. Окно параметров, по умолчанию, которое отображает параметры, так же может переключаться, если вот щелкнуть по другой закладке. Тейк-лист, список так называемых тейков, проб таких, но об этом тоже мы чуть попозже поговорим. Вот, Performance Monitor. И внизу, например, наше окошечко, где по умолчанию у нас отображается наш Network View, он так же может переключаться в режим отображения дерева, показывающий структуру нашей сцены. Или Material Pellet, где содержатся наборы заготовок материалов, которые стандартно идут в комплекте Goudini. Или Asset Browser подключает вас к онлайн-магазину компании SideFX, где можно покупать уже готовые ассеты. Вот то, о чем мы говорили, есть меню Digital Assets, где мы создаем эти ассеты. Многие художники уже их создают, и, скажем так, вы можете покупать, или даже многие загружать бесплатно, целые готовые наборы инструментов и сразу как бы их использовать в своей работе. Об этом тоже чуть попозже поговорим. То есть, вот эти закладки. Что интересно, вы можете любой тип закладки изменить на нужную вам. Если по любой из этих закладок, неважно в каком окне, сверху, снизу, справа, слева, вы щелкнете правой кнопкой мышки и немножечко ее будете удерживать, то вы увидите список, полный список окон, которые есть в Goudini, и в которые данная закладка может преобразиться. Точечка стоит возле той закладки, которую она сейчас отображает. В данном случае это параметры. Но вы можете ее изменить в любой другой вид, который вам захочется. То есть, например, вы занимаетесь программированием, вам нужна консоль питона, языка программирования, на котором вы будете вводить какие-то команды. Пожалуйста, щелкнули, оп, и это окно поменялось в эту консоль. Вот доступный вид, и вы, соответственно, можете вписать здесь какие-то значения. Один плюс два, три. Вот такое несложное дело. То есть, таким вот образом вы можете менять любую из закладок. Каждая из них может перестроиться в то, что нужно вам. Поэтому интерфейс может как угодно модифицироваться, в зависимости от того, что вам нужно. Если какие-то закладки из этих существующих вам не нужны, вы можете их закрыть. Для этого есть крестик. В конце закладочки каждой панели есть маленький такой вот крестик. Вот я сейчас на него навел курсор мышки. Например, это Performance Monitor. Я щелкаю, оп, и он у меня закрывается. Эта панель ушла. Если мне нужно ее вернуть, есть плюсик. Щелкнув по этому плюсику, я, соответственно, могу вызвать такое вот меню, в котором могу выбрать две вещи. Или New Panel Tab, которая создает новую панель, которая ничему не назначена, а дальше ее, как мы уже сказали, переназначить. На тот же самый там, например, Performance Monitor, да, где-то он у нас тут был. Вот он. И мы снова его вернули. Или же мы можем сразу создать панель уже готовую. То есть вот опять-таки список тех функций, которые есть. На тот же самый там Performance Monitor мы можем вернуть. И он промахнулся немножко. Не на то нажал. Вот. И он также у нас здесь может загрузиться. То есть вот таким вот образом мы можем создавать какие угодно закладки. Закладки можно перемещать щелкнув левой кнопкой мышки. Вы можете перетаскивать ее в любое другое новое место. Вы можете даже перетаскивать эту закладку с одного вида на другую панель. Или возвращать ее обратно. Как захотите. Это можно делать между любыми панелями Goudini. Ну, кроме разве что Shelf. Потому что как бы на полке тут все-таки другие инструменты. А вот между этими окнами, между собой, как угодно, можно делать эти изменения и перестраивать, как вы хотите. Вот таким вот образом. Что еще интересно. Даже если поначалу вам не придется очень много делать изменений в Goudini. Изменений с интерфейсом я имел ввиду. То вы можете пользоваться предустановками. Смотрите, вот здесь рядом с главным меню. У нас есть выпадающее меню, которое содержит разные заготовки уже готовых внешних видов под разные ситуации. По умолчанию стоит режим Build. Есть еще режимы Animate. Допустим, давайте по нему щекнем и увидим, как наш интерфейс, смотрите, перестроился в режим, который больше подходит для анимации. У нас внизу есть шкала анимации. У нас есть дерево структуры нашей сцены. Нам удобно находить объекты. У нас есть окно параметров. Вот. Мы, соответственно, здесь видим дополнительные каналы. Анимационные, анимационные слои и так далее. Есть окна. Вид на два окна, да, разбит по умолчанию вид на два окна. Вид с правой стороны и вид перспективы. Вот. Точно так же другие. Games для работы, например, с играми, да, для создания контента для игр. Тоже своя предустановка. Это не значит, что есть только такой вид, да. Например, груминг, да, инструменты для создания шерсти или волос. Причем, обратите внимание, что меняются не только размеры панели, их положение. Также меняются и шелф. То есть, наша полка, смотрите, некоторые пропадают элементы, некоторые появляются. Вот таким вот образом. То есть, выбирая здесь нужные команды, то, как вы хотели бы ваш интерфейс, чтобы выглядел, вы можете перестраивать. Тут также есть возможность свои создавать раскладки. Например, вот MyLayout, это мой интерфейс, который я там себе делал под свои какие-то определенные задачи. Это можно делать внизу. Вот есть у нас здесь команды SaveCurrentDestop. Вы можете изменить внешний вид панели на полочках, панели основных, окон поменять. А после этого сохранить эту раскладку, как SaveCurrentDestop или SaveCurrentDestop, задав имя этому пресету. И тогда он появится вот здесь у вас в списке. Вы сможете с ним таким вот образом работать. Но я пока вернусь к раскладке Build, которая является раскладкой по умолчанию. Она такая же, какая будет и у вас при первом запуске в Houdini. Поэтому, соответственно, будем работать пока с ней. Вот это те моменты, которые касаются интерфейса и касаются изменений интерфейса. Есть еще несколько полезных вещей, которых, я думаю, сейчас тоже нужно рассказать. Первое это наши вот эти вот панели. Наш шелф, наши полочки, те инструменты, которые есть на полочках. Наверху, каждая закладка, прописано ее название. Create, соответственно, инструменты, связанные с созданием объекта. Вот они. Modify, закладка, занимающаяся изменением объекта. Model, что-то инструменты, касающиеся моделирования. Polygon, инструменты для работы с полигональными формами. Deform, деформация объекта. Texturing, да, инструменты, касающиеся работы с текстурами, UV-развертки и так далее и тому подобное. Rigging, настройка персонажа. Мышцы, работа с персонажами, characters. И так далее и тому подобное. Их очень много. Мы постепенно будем их разбирать. Не все, конечно, но большую часть мы будем с вами знать и понимать. Если вы хотите создать, увидеть полный список этих закладок, можно воспользоваться вот этим треугольничком. Щелкнув по нему, у нас с вами здесь есть возможность... Даже нет, наверное, пока воспользуемся не треугольничком, а вот этим вот плюсиком. Щелкнув сюда, вы увидите как бы список закладок, которые у вас сейчас отображаются. То есть список закладок, которые отображаются и текущие, которые сейчас активно. То есть можно здесь переключаться между ними также в этом списке. А также, если зайти в категорию шелф, вы увидите полный список всех, скажем так, частей этого нашего шелфа, которые у нас здесь есть и которые мы можем с вами создавать, дополнять. То есть если я щелкнув, например, там крауд, столпа сейчас недоступна, да, инструмент для работы, я могу нажать и вот эта закладка здесь появляется, я могу с ней теперь работать. Если она не нужна, я тоже здесь ее могу выделить и удалить. Обратите внимание, что этот наш шелф разделен на две части, поэтому плюсик работает для этой половинки, а плюсик с этой стороны работает, соответственно, для этой части инструментов. То, что не отображается здесь, как правило, отображаться может здесь. Вот таким вот образом. Поэтому так мы можем работать с полочкой. В будущем мы будем разбирать более серьезные манипуляции, мы можем создавать новые полки, мы можем заносить туда инструменты, мы можем даже свои какие-то наработки, целую, скажем так, группу узлов сохранять на полку как инструмент. Она тогда будет запускать целый как бы скрипт, и ваш инструмент будет создавать не только один там объект, а целую группу, например, объектов и сразу выполнять с ними какие-то манипуляции. То есть Гудини тоже позволяет делать такие вещи, но об этом чуть попозже, это вещь, которая требует чуть больше знаний. Поэтому вот это те вещи, которые вы можете использовать. Также, кстати, вот здесь мы тоже можем с вами щелкнуть по этому треугольничку, открыть, вот у нас есть категория shelf set наборы, здесь мы тоже можем включать те или иные закладки, которые мы хотели бы видеть. Сейчас, например, у нас там Create и Lighted Camera, да, активные две как бы части закладки, если мы там выберем персонажей, да, смотрите, у нас появляется третья панель, которая разделена на три части, и здесь, соответственно, мы увидим три такие вот закладки. Вот, так что вот так мы тоже можем манипулировать с этими нашими полочками. Ну, пока это стартовая информация, потому что тут только о полках, о них можно говорить несколько часов, и о их настройке и изменении. Пока нам это не нужно, так что давайте будем двигаться дальше. Еще одна полезная вещь, о которой я бы хотел рассказать, это то, что панели, особенно, в принципе, это для всех панелей применимо, если присмотреться к углу панели, вот здесь вы можете найти вот такой вот треугольничек, который находится в углу каждой панели. Он есть тут, он есть у нас вот здесь, и он есть у нас тут внизу, в тех панелях, которые сейчас у нас отображаются. Так вот, щелкнув по нему, здесь много есть разных полезных вещей, но я хотел бы сейчас сфокусировать ваше внимание на двух нижних командах. Split. Разделение панелей. Мы можем с вами разделять любую из панелей на правую, на левую, или на верхнюю и нижнюю, используя, кстати, соответствующие комбинации клавиш, если хотим, для того, чтобы перестраивать интерфейс, как нам нужно. Например, вот мою текущую панель, мой этот Scene View 3D Width, я могу разделить, например, на право и на лево. Смотрите, щелкаю по этой команде, оп, и у меня панель разделилась на две части. Щелкну здесь, я могу разделить там на верх и низ, ее еще дополнительно. А если запомнить эти клавиатурные комбинации, Alt и квадратная скобочка, открытие и закрытие, то я, соответственно, с клавиатуры, выводя эти значения, смотрите, могу мои панели сколько угодно много раз делить, как захочу. То есть интерфейс может как угодно перестраиваться. Ну, все эти панельки, они как бы имеют закладки, есть крестики, если они не нужны, так же крестиками их легко и просто все можно позакрывать. Вот, это тоже очень удобная вещь для того, чтобы менять интерфейс и перестраивать его так, как нужно вам. Еще одна полезная вещь, это кнопка, находящаяся вот здесь, вот рядышком с этим треугольником, максимизация текущей панели на полный экран. Кстати, что, за что, еще одна из вещей, за что я люблю Houdini, это часто в подсказках, в менюшках, везде пишутся клавиатурные комбинации, которые вы можете использовать для того, чтобы быстро вызвать эту команду. Например, одна из клавиатурных комбинаций для этого действия, Ctrl-B. Поэтому, если я курсор мышки держу над этим окном и нажимаю Ctrl-B, у меня панель раскрывается на весь экран. Кстати, эта штука будет работать для любой другой панели. Вот я на другой панели, Ctrl-B, и теперь мой Network View раскрылся на весь экран. А вот теперь у меня мои, допустим, параметры тоже раскрыты на весь экран. То есть, вот таким вот образом вы можете делать эти вещи. Ctrl-B. Очень удобная комбинация. Еще одна полезная вещь, о которой тоже хочу сказать, это то, ну, наверное, для того, чтобы даже ее просмотреть, наверное, нам стоит с вами создать какой-то объект, чтобы нам лучше было видно и понятнее было видно, что у нас происходит. Давайте сейчас воспользуемся вот здесь инструментами на панели инструментов и создадим торус. Мы на следующем уроке будем более подробнее говорить о создании объектов. Пока я просто кликаю левой кнопкой мышки над моим объектом и курсор мышки перевожу вот сюда в окно проекции. У меня появляется такой каркас. В данном случае я нахожусь в режиме указания места, где этот объект создастся. Но я сейчас на клавиатуре нажму кнопку Enter для того, чтобы объект создался четко в начале координат. Вот у меня есть мой объект. И вот теперь, когда у меня есть объект, видно, смотрите, что здесь у меня в моем Network View показывается объект. Здесь с правой стороны Network View показывается узел, соответствующий этому объекту. И вот параметры этого узла, которые я могу менять и модифицировать так, как мне будет нужно. Вещи, которые я сейчас хотел сказать, это навигация. Это то, что нам придется делать постоянно, регулярно, поэтому этому нужно уделить внимание. Значит, процесс навигации выполняется очень просто. Поначалу, как только вы вообще программу в УДИ не запустили, у вас сразу стоит инструмент навигации. Я сейчас его включу. Вот здесь вот на моей панельке, в самом низу, вот такая вот камера есть. Это инструмент навигации, который по умолчанию включен, как только вы в УДИ не открыли, еще не создавали ничего. Так вот, в таком режиме вы можете пользоваться мышкой, тремя кнопками мышки. Ваша левая кнопочка мышки будет давать вам возможность вращать этот вид. То есть, когда вы зажали левую кнопку мышки и перемещаете саму мышь, то вы вращаете вид. Средняя кнопка мышки будет давать вам перемещать ваш вид. Средняя кнопка мышки. Причем это действие, средняя кнопка мышки работает и в 2D видах, да, в частности, например, в нашем Network View. А левая кнопочка здесь работает как выделение объектов, хотя и тут как бы левая тоже может работать как выделение в зависимости от инструмента, который включен. Но сейчас по умолчанию она вращает. А правая кнопка мышки будет заниматься зуммированием, то есть приближением и отдалением в данном случае камеры. И то та же самая функция работает и здесь. Правая кнопка мышки в этом виде тоже будет давать вам возможность приблизиться или отдалиться от вашего узла, скажем так, дальше или ближе. Три кнопки мышки, никаких дополнительных клавиш не нужно. Очень удобно. Но эта система будет работать в том случае, если вы находитесь в инструменте манипуляции. Инструмент View, вот он. Если же вы, как мы, например, создали уже объект, вот после создания объекта мы переходим в другой режим. И вот тут, например, левая кнопка мышки, правая кнопка мышки и так далее уже совсем другие действия выполняют. Поэтому в Houdini для того, чтобы временно включить этот инструмент навигации, вам нужно сажать на клавиатуре клавишу пробел. Когда вы нажали пробел и продолжаете удерживать его, обратите внимание, вот сюда на панели этот инструмент автоматически включается. Вот я нажал пробел, инструмент у меня включен. И теперь, когда пробел зажат, я могу пользоваться теми же самыми кнопками мышки. Левая будет вращать вид, средняя будет перемещать, правая будет делать зуммирование при зажатом пробеле. Как только отпущу, снова вернусь к текущему инструменту. Очень удобный функционал, я им тоже очень часто пользуюсь, поэтому вам тоже советую использовать его для навигации. Вот, в общем-то, и все, что касается навигации. Очень простая вещь, никаких особо сложностей нет. Замечательно. На этот инструмент, кстати, инструмент вида, изменение вида, мы можем переключаться, вот там написано в меню, которое появилось, в подсказочке, клавиша Escape. То есть, если вы, например, работаете с текущим инструментом, вот, и хотели бы, например, вернуться к этому виду перемещения, на клавиатуре нажав Escape, вы автоматически включаете этот инструмент. Когда он включен, нет смысла нажимать клавишу пробел. То есть, еще раз повторюсь, пробел актуален только в том случае, если вам нужно временно переключиться на инструмент навигации перемещения объекта. Вот я удерживаю пробел, могу делать. Только отпустил, вернусь к текущему инструменту. В данном случае это инструмент универсальной манипуляции объектом. Я могу его двигать, как-то там менять какие-то с ним действия. Нажму Escape, я переключаюсь в инструмент навигации на постоянной основе. То есть, пробел снова не нужен. Вот, вот таким вот образом. То есть, очень простое действие, никаких сложностей особо, я думаю, и у вас даже с этим возникнуть не должно. Итак, когда мы с вами создали объект, наш пока самый простой, да, разобрались о интерфейсе, поговорили, стоит сделать еще одно замечание, которое очень важное. Многие клавиатурные комбинации и действия будут работать в том окне, в котором вы держите ваш указатель мышки. То есть, если курсор мышки находится, например, в этом виде, то определенная клавиатурная комбинация, например, та же самая Ctrl-B, да, которая открывает вид на весь экран, будет работать для этого окна. Если вы курсор мышки переместите, например, в Network View и нажмете Ctrl-B здесь, то теперь уже этот вид будет работать. Если наверху в Properties свойства объекта, то Ctrl-B будет работать здесь. То есть, у Houdini активность между панелями переключается не каким-то кликом специализированным на этой панели, а просто наведением курсора мышки. Навели, с той областью работаете. Навели на другую, работаете с ней. Вот это важный момент, который тоже стоит запомнить и в будущем применять. Последняя вещь, вот, все-таки, наверное, добавлю. Последняя вещь, наш 3D-вид, если щелкнуть вот здесь, по вот этой кнопочке, здесь есть разные формы отображения нашего 3D-вида. То есть, он может у нас быть в виде одного окна, в виде четырех окон, разделенный по горизонтали, по вертикали. То есть, вот тут мы можем также менять разные раскладки. Ну, и если мы посмотрим вот сюда, в правый верхний угол, здесь вот показывается текущий вид наш, вид перспективы. Но если мы хотим, мы можем его поменять на любое другое. Смотрите, на вид сверху, на вид снизу, спереди, вот, как угодно. Причем, кстати, есть горячие клавиши, которые быстро переключают вас на данный вид. То есть, на клавиатуре клавиши 1, 2, 3, 4, 5 переключают на разные виды. 5 это UV-вид и так далее. То есть, вот, обращайте внимание в надписях на клавиатурные комбинации. Так вы будете их быстрее запоминать. Ну, горячие клавиши или даже клавиатурные комбинации. Вот. Вот это те вещи, которые вы можете делать с Houdini вот первоначально, как только вот его запустили. То, что касается навигации. В будущем мы поговорим более подробнее о этих инструментах. Здесь инструменты выделения, трансформации объектов, инструменты привязки. Вот. Инструменты превью определенные. Об этом все мы будем постепенно с вами говорить. Вот. Но на сегодня, я думаю, мы сделаем остановку. Мы и так достаточный блок информации разобрали сегодня. Пробуйте с этим. Экспериментируйте. Попробуйте посоздавать объекты, просто щелкая здесь на панели инструментов простые объекты примитивы, а дальше энтером создавая их. Ну и попробуйте все, о чем мы сегодня говорили. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Я также надеюсь, что этот сегодняшний урок был вам полезен. И если у вас будет что рассказать относительно ваших успехов или относительно пожеланий, пожалуйста, делайте это в комментариях. По поднятым вверх пальцем, по вашим лайкам я буду понимать, что это видео вам нравится. Соответственно, будем создавать дальше подобные материалы. Ну и надеюсь, в скором времени услышусь с вами в новом уроке. Ну а на сегодня давайте сделаем остановку. Я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в следующий раз. Так что до скорых встреч, друзья. Пока-пока.